Всем привет! Это новый топ с крутыми играми для ваших смартфонов, так что уже заранее можете поставить лайк, если что его после можно и убрать. Ну а в благодарность за вашу поддержку я в каждом видео устраиваю конкурс на несколько призовых мест, и вот кстати победители под прошлым топом. Ну а для всех желающих принять участие в этом топе, достаточно просто поставить лайк, подписаться на канал и написать любой комментарий. Желаю всем удачи и приятного просмотра. Но сперва спонсор этого видео. На этот раз я порекомендую вам игровой канал It is White, где автор регулярно выпускает прохождение игр, в том числе и не очень известных по типу The Baby in Yellow, о которой я рассказывал пару топов назад. Так что здесь вы можете не просто приятно отдохнуть и провести время, но и подчеркнуть для себя много чего полезного. А также на канале вы найдете летсплеи, мувы, нарезки и стримы, в том числе кооперативные. Например по игре Mount Cass или недавно вышедшему кооперативному хоррору Devour. Так что переходите по ссылке в описании и поддержите начинающего автора, который обещает на юбилей канала в тысячу подписчиков устроить розыгрыш. А теперь приступаем к топу. 20 место League of Legends Will Drift. С каждым днём мобильные платформы становятся всё востребованием для огромных компаний, и мы как игроки по итогу всё больше получаем крутых и масштабных игр. И League of Legends, которую кстати как и половину топа мне порекомендовали вы в комментариях, за что большующее всем спасибо, решила не стоять в сторонке. Так это такая же, хотя и немного урезанная мультиплеерная заруба команда на команду, с целью победить путём разрушения вражеской башни Nexus. 19 место X-Plane Flight Simulator. Ну и вслед за одним портом с ПК держите второй, правда на сей раз уже в жанре симулятора, и в который при желании можно играть как в оффлайне, так и бороздить облака в глобальном онлайне. Но для последнего придётся заплатить за подписку. Как бы то ни было, учитывая, что у разработчиков огромный опыт создания подобных игр аж с 1995 года, здесь это чувствуется как в реализме поведения судна и физики, так и в масштабе с детализацией. 18 место Red Dungeon. И вот если в предыдущей игре сложность достигается путём реализма в управлении самолётом, то здесь это достигается за счёт разных ловушек и ловкости в управлении. Ведь практически на каждом шагу вглубь подземелья подстерегает опасность. Благо под управление можно взять нескольких персонажей, каждый из которых обладает собственными умениями, что и будет помогать при прохождении, вместе с выработкой собственных рефлексов. 17 место Hide. Не так давно на канале вышел топ для средних ПК, где я рассказывал об игре с механикой пряток, в которую довольно долго задротил. И подобную игру мне удалось найти и на смартфоны. Механики здесь в принципе те же. Есть команда тех, кто превращается в любые предметы и прячется на локации, и есть команда тех, кто с помощью разного оружия ищет первых. Но играется это куда лучше и интереснее, чем звучит, учитывая добавленные смайлы, и особенно если играть в компании друзей, найти которых проблем не составит, так как игра бесплатная. 16 место Frag Pro Shooter. Но если вам больше нравится стрелять, нежели прятаться, как в прошлой игре, то можно весь геймплей свести к пострелушкам с такими же реальными игроками и подобной рисованной графикой, как в этой игре. Ведь является она аренным шутером команда на команду, которую вы сами формируете из более чем 40 персонажей, дабы после выйти на многоуровневую карту и победить противника, пользуясь тактическими преимуществами своих позиций. И единственное, что раздражает, так это нестабильный баланс. 15 место Drift Max Pro. Несмотря на то, что в обычных гонках я не особо люблю режим дрифта, так как зачастую прихожу туда, дабы просто погонять, здесь всё абсолютно не так, ведь создавалась игра специально для дрифта, а оттого и заточена под подобные механики. Которые, впрочем, не слишком отличаются от одноклассников, ведь всё сводится к добыче денег путём участия в заездах, дабы после или улучшить свою тачку, или заменить её на новую, более мощную, среди которых даже отечественный автопром. 14 место Door Kickers Action Squad. Всё-таки люблю я, когда одни и те же игры выходят на разные платформы. Так, конкретно про эту я уже рассказывал в топе на ПК, но её мне снова порекомендовали уже для смартфонов, где также нужно примерить на себя роль спецназовца и выполнять поставленные задачи по зачистке уровней, спасению заложников и прочему, попутно используя укрытия, спецумения и снаряжения, выбранные ранее, так как игра достаточно хардкорная, но тем и завлекает. 13 место Lost in Bloom. И нет, совпадение с сериалом Остаться в живых не случайно, так как здесь также есть крушение самолёта, после которого мы попадаем на странный остров, правда, на котором уже вовсю кипит жизнь из тех, кто попал сюда ранее и начал даже воевать между собой. Это ещё не учитывая необъяснимые мутации, а в остальном – типичный выживач, где нужно собирать ресурсы, строить дом, исследовать остров и всё прочее. Правда, и с упрощённым управлением, где стрелять можно одной кнопкой. 12 место Ice Cream 4. Недавно, практически в прошлом топе, я уже рассказывал об этой игре. Но коли её мне снова порекомендовали, то есть повод не просто вспомнить о хорошем приключении, а о целой серии игр, где нам предстоит спасать своих друзей, да и просто незнакомых детей от безумного мороженщика, который на своём фургоне ездит и замораживает детей. А в четвёртой части нас даже переносят на его завод, где всё также предстоит не столько пугаться, сколько решать задачки и убегать от преследователей. 11 место Paco Rumble. Ну и коль заговорили про целые серии игр, то и об этой я уже не раз рассказывал. Но вот, недавно вышла новая часть, которая не менее безумная, но и отличается от своих предшественников. Так как теперь предстоит не просто удирать от полиции фаново и изничтожая всё вокруг, а проходить рандомно генерируемые трассы так, дабы не провалиться в пропасть, попутно собирая шестерёнки для открытия новых возможностей, например как джетпак. Ну и половина топа позади, так что если нравится, то буду признателен за поддержку виде лайка. 10 место Cyberica. Бум тематики киберпанка после одноимённой игры от поляков породил множество клонов и копий разного качества на разные платформы. И это нечто подобное, ведь у персонажа в голове живёт свой Сильверхенд, тачка также подозрительно напоминает прокачанную DeLorean, которой кстати можно управлять, да и в целом всё напоминает старшего брата, кроме камеры с видом сверху и постоянного онлайна, за счёт чего вокруг всегда бывают другие игроки. 9 место Jaguars. Ну и кто там говорил, что на смартфонах нет игр с крутой графикой? Да, конечно она мальноватая и далека от идеалов ПК, но всё равно как для мобильных устройств это неплохой результат. Хотя из-за него приходится платить плохой оптимизацией, что иногда при стрельбе, где просто нужно зачищать локации, вызывает дискомфорт. Но только при управлении персонажем. Когда же дело доходит до меха, то тут хоть подвисание, хоть просадки не имеют значения, ведь мы грозная машина. 8 место Summer Catchers. А вот эта игра уже платная, но, думаю, найти где скачать бесплатно в интернете не проблема. Я бы и сам ссылки оставил как раньше, но ютуб с недавних пор их удаляет, что весьма обидно. Ибо игра достойна дабы её попробовать, ведь является пиксель-артным приключением на машинке девочки, которая путешествует к лету. На пути встречая как препятствия с врагами и боссами, так и друзей с секретами, двигающими историю далее. 7 место Super Slime Rush. Ну и вслед за одной платной игрой держите вторую, правда на первый взгляд может показаться, что она того не стоит. И на самом деле это недалеко от истины, так как это обычная аркада, где управляя небольшим мячиком, нужно преодолевать полосу препятствий, двигаясь при этом только вперёд, так как назад пути уже не будет. Вот только обычная аркада весьма сильно увлекает, и ты просто не замечаешь, как пролетает время. Ну а скачать её можно также бесплатно в интернете. 6 место A2481. Ну и наконец-то таки хоррор, ведь сторожилы канала наверняка помнят, что я являюсь поклонником таких игр, хотя в последнее время попадаются обычные прятки, но только не в этом случае. Ведь здесь не столько предстоит прятаться от врага, сколько исследовать заброшенный бункер на предмет улик по управлению разумом человека советскими учёными, попутно решая задачки и постепенно продвигаясь вперёд. Хотя и прятаться всё же придётся, но хотя бы это не единственная механика. 5 место Ni No Kuni Cross Worlds. Совсем недавно я вообще узнал, что одна из моих любимых анимационных студий, которая выпускала такие шедевры, как Унесённые призраками, Ведьмина служба доставки и прочие, делают ещё и игры. И на днях вышла ещё одна, правда только под iOS, но вроде как на Android ещё будет. В целом, это стандартная MMORPG, выделяющаясь со своим сюжетом, визуалом, фамильярами и механиками как сражения, так и постройки собственного королевства, которые предстоит развивать и защищать. 4 место Reptide GP Renegade. Гонки бывают разные, например, дрифтовые, представитель которых уже был в топе, а есть и обычные, кольцевые и так далее. Но есть и те, которые обычные правила пытаются изменить, например, как эта игра. И хотя технически это всё ещё гонка, так как присутствует соревновательный момент, визуально она выполнена в стилистике будущего, да и к тому же на гидроциклах, с трассами, где не только мешают противники, но ещё и препятствия и изменчивость ширины трассы. 3 место Farlight 84. Давненько в топах не было батл роялей, так как со спадом к ним интереса и разные студии не пытаются выпускать свои уникальные игры, которые отличаются от других, но может лишь одной деталью. И тем не менее, разработчики этой игры о режиме забывать не стали и сделали игру, которая не пытается выделиться одной уникальной механикой. А они решили взять просто всё самое наилучшее из других игр, как тот джетпаки, нпс, разная техника, вплоть до танков и прочее, совместив этого едино. Правда, вряд ли эта игра понравится любителям хардкора, так как имеется режим автострельбы. 2 место Realme Defense. В принципе, всё сказано в самом названии. Это Tower Defense, где нужно следуя сюжету, защищать крепость, прокачивать героев и прочее из этого жанра, попутно наслаждаясь репликами персонажей, юмором и тактической составляющей, так как с каждым уровнем растёт сложность, за которой прокачка не поспевает. Так что нужно планировать свои ходы наперёд, но и не забывать про прокачку не только турелей, но и прокачку героев, так как сами башни не всегда справляются. И первое место 3D Maze Focus Adventure. Ну и закончу игрой, которая не является лучшей в этом топе, так как я не ставлю перед собой цель расставить игры по их крутизне, а места использую лишь для нумерации. Но это не делает игру хуже, она просто прикольная, так как является лабиринтом, который можно проходить, играя за милого гриба. И всё это с видом сверху и с разными картами, вплоть до подводных, что и не даёт заскучать. Ну а на этом сегодня всё. Спасибо за то, что дотерпели до конца. Отдельное спасибо тем, кто не перематывал ролик. И если вам понравилось, то можете поддержать видео лайком, а канал подпиской и колокольчиком, дабы ничего не пропустить. Напоминаю про конкурс, который проводится в каждом топе, то есть чем вы активнее под каждым видео, тем больше шансов у вас победить. Так что желаю всем удачи и до встречи в новых видео.